Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис и эту потерянная часть игры Грэнни. Эта часть называлась 0.0.1. Никто не знает, где найти эту часть игры, но о ней ходят лишь легенды и мифы. А для начала подпишись на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду, ведь скоро придёт время и мы будем над всеми. Как рассказывают разработчики Грэнни, они случайно увидели эту часть игры и не очень хотят об этом вспоминать. Но мне удалось узнать обо всём понемногу. Однажды друзья из компании Дэйвелопер собрались у одного из общих друзей дома. Этого друга звали Стив, и месяц назад у него умерла бабушка. В разгар вечеринки в гараже упала какая-то ваза. Все очень перепугались, но Стив улыбаясь сказал, что эту бабушка шутит. Но никто не понял шутки и никто не смеялся. Все наоборот ещё больше испугались. Стив пошёл проверить, что же там было. Как только Стив зашёл, дверь сразу же захлопнулась и издался громкий крик Стива. Большинство побежало к входной двери. Но как только они её открыли, перед ними вдали стоял силуэт умершей бабушки Стива. И она сказала, «Где же ты, внучок?» Все перепугались и начали громко кричать. Один из компаний предложил побежать в подвал и спрятаться там. Но это была слишком тупая и глупая идея. Когда они зашли в подвал, дверь сразу же захлопнулась. Все, что они увидели в подвале, привело их в шок и ступор. Там лежали мотанки. Это куклы, которые сплетены своими руками. А на каждую из них была прикреплена фотография каждого члена компании. Стив сделал куклу в воду на каждого. Свет в подвале еле светил. Вокруг лежал какой-то мусор. А на столе лежал планшет, который показывал очень сильные помехи. Один из директоров компании, Дэви Лупер, взял планшет в руки. И он начал показывать четко и красиво. Там была загрузка обновления какой-то игры Грэнни. Обновление называлось 0.0.1. На удивление оно загрузилось очень быстро. И после загрузки включилась игра. Брэд, так звали второго директора компании, выхватил планшет и начал играть. В игре дом ничем не отличался от реального. Все было так же. А когда он начал управлять человеком и столкнул вазу со стола, то раздался громкий звук из комнаты во втором этаже. Они управляли Стивом. Графика была ужасной. Все было очень жестко прорисовано и было очень сложно смотреть. Глаза как будто резали. Брэд пытался управлять Стивом. Когда он вышел из комнаты, он увидел бабушку. Она шла к подвалу. Брэд быстро скинул картину со стены. И бабушка с треском в шее повернула свою голову. И мертвым взглядом посмотрела на Стива. Брэд повел Стива в другую комнату. Там он увидел тайный проем, который вел через стены в еще один подвал. Дальше все было как в игре. Только здесь не было ошибки на смерть. Под конец, когда Стив открыл входную дверь последним включом, все выбежали из подвала и побежали на улицу. Через лес бежали к дороге. Пробежавший метров 60, Брэд обернулся назад. И увидел, как тело Стива лежало на пороге двери. А к нему подходит бабка. И встает на четвереньки. И жестко начинает пожирать его. В этот момент планшет перестал работать. А все из той компании пытались не вспоминать о происходящем. Через десятки лет создалась такая компания, как Девелопер. И через некоторое время они решили создать игру. На тех событиях. Игра стала очень популярной и страшной. Потому что она была создана на реальных событиях. На этом все оставил бы Сергей Онис. Поставил лайк тебе то всего-то 2 секунды, а мне приятно и жесть как мотивирует. А также подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. И чтобы вступить в мою супрем банду. Ведьми Элиты и о том стоит помнить. Оставайся таким же шикарным, бро. И помни. Это всего лишь мое воображение. Субтитры сделал DimaTorzok